Рад приветствовать вас на телеканале «Импакты» Это программа «Влияние» Спасибо, что вы с нами Мы полны желания быть благословением сегодня вечером или утром для вас Искренне поздравляю вас С днем благодарения вас Когда я говорю «мы», я присоединяю пастора Александра Пастор Александр Пьекун, церковь, свят Евангелие Прекрасный штатный город Сакраменто, Розовел Сакраменто, да Престольный град, как мы говорим Приветствую, пастор Приветствую, я также хочу присоединиться, Юрий, тем же поздравлением Благодарение, мне кажется, это особенный праздник Особенно живя в Америке, в нас просто бесчисленное количество причин Быть благодарными Господу, поэтому это славный праздник То есть у нас больше причин благодарить Господа, чем быть безмолвным? Я думаю, что на земле, и жители земли, люди живущие, верующие, живущие в Калифорнии и в Америке Они, наверное, будут больше спрошены, чем другие народы Вот представь себе, я эту статистику где-то буквально вчера или позавчера мне попала Сколько миллионов ежедневно и миллионам по всему лицу земли Все страны, все континенты, а особенно африканские сейчас, Middle East Сколько из них желают попасть в Америку и не могут Сколько попадают нелегалами всякими левыми путями Это уму непостижимо Мы же, мы же, ну смотри, мы же пользуемся всеми благами, привилегиями, всеми возможностями Нам не надо сквизин где-то, нам не надо какими-то нелегальными То есть мы открытым лицом, как в зеркале Мы должны признать, милость Божья над нами Это просто благодать Сколько миллионов людей, сотен миллионов людей ищут, чтобы покушать один раз в день Даже дети Мы же думаем, что нам покушать сегодня И зачастую робщим Мы ищем что, потому что у нас так много Что же выбираем, чтобы нам понравилось, чтобы еще покушать Я вижу, как наш женский коллектив нашего многочисленного родства Они вот в перечне, вот это вот надо, а это, а это Нет, это не будут, а это будут кушать, а это еще А это вряд ли будут кушать А это уже всем приелось Я смотрю на этот перечень, я говорю, Женя, вау Смотри, смотри, какое изобилие Смотри, какое изобилие К сожалению, мы не замечаем вот таких простых, но очень важных и мощных Божьих благословений И мы прекрасно понимаем, друзья, что наша жизнь, она не ограничивается только лишь, как мы говорим, фэнсгивен индюками, этими турками и прочим Мы прекрасно понимаем, это такой, скажем, немаловажный, но это всего лишь навсего придаток к этому спектру и к этому, скажем, объему благодарения Почему мы празднуем день благодарения? Ну турка на своем месте там и чеснок или там еще что-то к этому турку Но самое же основное, это не это Это мы заменили к стыду христианскому нашему Мы заменили в этой Бога благословенной стране самое основное на заменителей Мы заменили натуральное таким штучным Натуральное это наша христианская природа, рожденного свыше Благодарение Богу за спасение, это самое основное За прощение грехов, это самое основное За жизнь вечную, это самое основное За Его Слово, это самое основное За Дух Святой, это самое основное Все остальное это уже придатки Они, как я говорил в перечне, не самые последние, потому что хочется в нормальных условиях жить и питаться Но самое основное, мне есть за что Христа благодарить Ведь дал Он мне небесное жилище Аминь И пастор, прежде чем мы приступим Я в размышлении был сегодня над этим словом И думаю, вот сразу история, так сказать, мысленно перенесла меня в Старый Завет Когда возроптал народ на Моисея Они вышли, Господь давал им все Манна с неба Им это показалось мало И, друзья, я не с тем, что бросить тень негодования, критики Или еще что-то, негативизма на Старый Завет На израильский народ Потому что, по большому счету, очень часто мы в тех же сапогах В тех же сапогах Но, тем не менее, чтобы взять отсюда урок И вот когда возроптал народ на Моисея Моисей пришел к Господу Вот мы знаем эту историю И я сокращая Пришел я в 11 главе сегодня, после обеда, книги «Чисел» в 11 К 34 стиху, когда Господь им перепела, послал, говорит, вам надо перепела, послал И два локтя этих перепелов Насыпалось, два локтя от земли Это потрясающее количество И написано еще, мясо было в зубах Возгорелся гнев Господень на них И пошло поражение в народе И написано И нарекли имя места сему Киброд Гатаава Ибо там похоронили прихотливый народ Написано, что весьма великую язву Господь поразил народ И весьма много народов погибло То есть и в переводе на русский язык С этого Вот эти два слова означают Два слова Итак, это Киброд Гатаава Они означают кладбище неблагодарных Или кладбище ропотников И я сразу думаю, Господи, нам знакомо кладбище героев Нам знакомо кладбище ветеранов Там, где все идут, поклоняются Ну, вспоминают память Этот человек отдал свою жизнь за родину Этот человек подвиг совершил там Нам амбразуру Пошел и закрыл своим телом И жизнь сохранил множеству Этот еще что-то То есть очень много памятных мест на кладбищах Этот какой-то величайший лидер И все ходят и поклоняются То, что истукану делают на Красной площади В кавычках Это лидер, который был Ленин, так называемый Но это же кладбище Названо кладбище неблагодарных И я думаю, Господи, сохрани нас от этой паубы Сохрани нас от этой паубы Чтобы мы были сопричислены И если нас когда-то, если Господь замедлит, похоронят И чтобы мы не попали в разряд Похороненных на такого рода и такого названия кладбище Тебе слово Мы иногда с ужасом Со стороны смотрим на события Которые описаны в Писании Но меня, Юрий, приводит Еще в больший трепет Осознание того, что Это все совершилось Чтобы предостеречь людей Как образе Предостеречь людей Которые будут жить в большем изобилии благодати Которые будут иметь духовное Можно сказать Разнообразие и богатство Божие попечения Чтобы они не сделали подобную ошибку Потому что Потому что это будет, наверное Ну, не только будет кладбище Людей, которые Похотливых людей Но Это будет, наверное, больше И апостол тоже об этом говорит В римлянам Допустим, здесь написано так Первая глава 21 стих Но как они Познал Бога Не прославили Его Как Бога И не возблагодарили Но осуетились Сумствования своих И омрачилось Несмысленное Их сердце Апостол В начале Своего послания Он открывает Вот, наверное В первую очередь Обращает внимание На Благодарение На способность На качество нашей личности На фундаментальные основы Почему важно Научиться Благодарить Почему важно Иметь сердце Которое Благодарить Вот И он Развивает эту мысль Показывая Что особенно опасно Людям Которые живут В новом завете Оказаться в этом состоянии Это намного хуже Опасно Чем Ропотники Которые Захотели Мясо Им ванны было мало Этого им было мало Им захотелось Деликатесов Которые они пробовали В Египте И Бог им дал И при этом Проявил свой гнев Показать о том Что в этом есть Что-то То, что нарушает Отношения Для человека С Богом Дело в том Что я размышляю Получается Что В небеса Есть определенный Пасворд Вот как на наших Гаджетах Компьютерах Наверное Есть пасворды И основным Пасвордом В небесный Иерусалим Это есть Благодарность Не имея Чувства И состояния Благодарности Даже И в хорошем И в удачах И в неудачах Но ты понимаешь Что Бог Над всем И во всем стоит Бог контролирует Все То есть это Определенный Пасворд Для того Чтобы мы попали В небесный Иерусалим Я скажу Даже больше Пасворд Это очень правильно Сказано Но мне кажется Что способность Благодарить Является Определенным Индикатором Внутреннего здоровья Человека Состояния Духовного здоровья И душевного здоровья Бог Обратил Израиль Бог выразил Свой гнев Потому что В Израиль Начал Развиваться Болезнь Которая Уничтожит Народ Которая Снова Положит Народ В состояние Разрушения Потерять отношения С Богом Бог Бог Сделал Все Чтобы Восстановить Отношения Бог Ведет Проявляет Свою славу Являет Своё Попечение Каждый день И в это время Люди Как будто бы Ну а что тут Бог Ну это обычно Каждый день Каждое утро Столб Облачный Огненный Манна С неба Вода И скалы Кажется Ну что тут Такое Как будто бы Люди потеряли Внимание С главного Поэтому Благодарность Что она делает Она не только Показывает Наше Духовное Состояние Она Помогает Нам иметь Открытые Очи Чтобы Видеть Людей Или Личность Бога В нашей Жизни Сколько в жизни Есть людей Вот даже Обычная Семья Жена Старается Она Проработает Целый день Придет Муж И он найдет Но не только Ее старания Он найдет Но не ее старания Он найдет Какой-то Вот Недостаток Недостаток И кажется Все остальное Поэтому Поэтому Бог Мне кажется И в этой истории Он говорил С человеком Благодарность Это фундаментальное Качество Общества Личности человека Которое Позволит нам Жить по-другому Жить в новом свете И что интересно Я также размышляю Продолжение нашей беседы Когда мы Имеем вот эти Чувствования В сердце Чувствования Признательности Богу Благодарности Богу Когда У нас Это Естественно Этим самым Мы в моем Сердце Я в своем Сердце Даю То место Богу И Творцу Всего Которое Он Имеет Во Вселенной То есть В своем Сердце Я В знак Благодарности Которую я Богу Отдаю Я Помещаю Его И отдаю Ему То место Которое Он Имеет Во всей Вселенной Если Вся Вселенная Поклоняется Богу Все Видимое Все Дышащее Невидимое Все Славит Бога Казалось бы Нематериальный Мир Нематериальный Мир Материальный Мир Физический Мир Духовный Мир Весь Славит Бога Видим Мы Этого Или Не Видим Признаем Или Не Признаем Написано От Славы Его Горы Пляшут То есть Даже Танцуют Горы От Его Славы Так Написано Ну Как Они Там Танцуют Или Когда Землетрясение Или Еще Трудно Или Когда Какая Очередная Написано Он Все Творит Все Новое Я Так Себе Воображаю Позволяю Себе Не Столь Глубоко Для Меня В пределы Недосягаем Заходить Но Тем Не Мем Фантазирует Он Как Сказал Слово И Очередная Галактика Образовалась А в этой Очередной Галактике Или Системе Во Вселенной Там Миллиарды Звезд Он Слово Сказал И Очередная И Для Того Чтобы Одну Из Звезд Выхватить Из Этой Новой Галактики Все Умы Всего Мира Во Всех Своих Этих Так Называемых Телескопах Они Вычисляют Рассматривают Он Как Слово Сказалось И Мы То что он Миллиардами Делает То что он Одним словом Делает Мы же делаем Потом И кровью Для того чтобы Вычислить Где же она Одна звезда Образовалась В новообразовавшейся Галактике То есть Все Дышащее Дославит Бога И тем более Если оно Если оно Это делает Для своего Творца Тем более Мы как творение В своем сердце Мы отдаем То место Для Бога Которое Он имеет Во всей Вселенной Аллуя Да Поэтому Благодарное Сердце Оно Способно Видеть И оно Способно Строить Отношения Проблема Даже В этой Истории Которая Которая Была Прочтена Сегодня В том Что Люди Вдруг Перестали Видеть Бога Он Их Греет Ведет Питает Освободил Из дикого Рабства Он Заботится Что им Кушать Во что Одеться Он Он Как будто бы Думает Какой Следующий Шаг За них Сделать И в это Время Они Они Не Видят Бога Они Видят Египет Они Видят Мясо Второй Момент Что Благодарность Настроит Отношения Глубокие Отношения Я Недавно Сидел И анализировал Кто Мои Лучшие Друзья Я Не просто Сидел И выбирал Мои лучшие Друзья Будет Этот 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 И этот Человек Но сделано Себя Критерии У тебя Были Для того Чтобы Определить Они Естественно И я Заметил Боже Мои лучшие Друзья Это Те Друзья Которые Замечают Меня А я Их Которые Какие-то В какой-то Наверное Сферы Своей Жизни Они Довольны Что я Есть И я Довольный Что Они Есть Какие-то Душевные Связи У вас Есть Какие-то Отношения У вас Я так Понимаю Однозначно На самом Деле Это То Что Хочет Бог Ебей С Человеком Через Благодарность Потому что Благодарность Она Видит Не себя А Видит Человека Участвующего В моей Судьбе Благодарность К Богу Она Видит Бога Участвующего В судьбе Я Недавно Ехал И так Думал Вот Как Помочь людям Сегодня Живя в изобилии Немножко Наладить Их настроение Исправить настроение И вот На этих Картинах Сегодня Вот Прекрасный Виноград Или Овощи Фрукты Я ехал в машине И подумал Вот если бы люди Вот смотрели бы Вот облачко Кому это облачко Повешено Это не просто Облачко Прохожее Это облако Бог сделал Чтобы оно Увеселяло Сердце Человека Говорить О его Славе Говорить о его Попечении Вот это Эти деревья Которые распускают Листья Кому они распускают Листья Они же не распускают Листья Для какой-то Только экологической Среды Они Да Они воспроизводят Кислород И очищают Возможно Землю От определенных Вот наших Всех То что сделали Люди на земле Но они Увеселяют Наш взгляд Если бы люди Мы замечали бы То что Бог уже сделал То кто Он есть То кто Он выражает Себе Вот в этой Гармонии В природе В свете солнца В лучах Ласкающие нас солнце Вот в этом винограде И в других Вот в цветах Которые мы видим Мы бы Увидели Бога И это принесло бы нам Потрясающе глубокую радость Но проблема А их вообще В другие отношения Ты понимаешь Что даже Животный мир Казалось бы Не имеющий Не имеющий Не интеллекта Там инстинкты Например У Собака Друг человека Там есть инстинкты Говорят Интеллекта там нет Но я не буду Входить в биологию Или что связано С этим Так вот Когда он получает Кусок мяса Или кости Я неоднократно Замечал Даже по соседскому Он виляет хвостом В знак благодарности Так он уже Ложится у ног Моего родственника Красивая Немецкая овчарка Ложится у ног И так благодарно Смотрит ему в глаза Что тут ему Большую кость бросит Смотри Животное понимает Человек же Человек же Как ты верно Подметил Апостол Павел Говорил Не заботились Иметь Бога в разуме Не отдали ему Не возблагодарили Не прославили его Как Бог И Бог придает Превратному уму Когда Вместо Мы же понимаем Кто Мы как творение Мы понимаем Кто наш творец Вот то что Отличает Христиан Рожденных свыше Евангельских христиан Я начал добавлять Последние года Не просто христиан Я редко называю себя Христианином В Америке Я обязательно Добавляю Евангельские христиане Есть у меня Целое объяснение Этому Потому что За Одного из кандидатов В президенты Проголосовало Огромное количество Христиан Огромное количество Христиан Но Евангельских христиан За нее Проголосовало 0,0 Они отдали Голос Другому кандидату Ты не знал этого? Нет 38 миллионов Евангельских христиан Евангельские христиане Это Так называемые Деноминации И вероисповедания Которые Категорически Против абортов Категорически Против однополых браков То есть Ну это стержни Библия Это Единственный Неповторимый Авторитет Незыблемый Авторитет Все остальные Христиане Все остальные Американские Христиане А их Около 190 Или 195 Миллионов Жителей Америки Это христиане Но Евангельских Христиан Только 38 Миллионов Так вот Все остальные 130 С чем-то Миллионов Христиан Они Не признают Незыблемость И авторитет Слова Как единственное Как абсолют Они не признают То есть Разрешены Аборты Разрешены Однополые браки И мало того Епископальная церковь Просвитерянская церковь Это все христиане Методистская церковь Они начали Рукополагать Лесбиянок И Садамлян Начали Рукополагать На Служителей И это все Христиане Поэтому Исходя из этого Несколько лет Назад Я перестал Себя христианином Называть В Америке Я обязательно Говорю Что я Евангельский Христианин И Когда я Говорю Американцам Недавно Своему соседу Говорю Я Евангельский Христианин И мои родители Евангельские Христиане Он сразу Понял С кем Он имеет Дело То есть Я сразу Провел Водораздел Да все Христиане Слава Богу Произгад Но нет Я сразу Увидел Как лицо Его поменялось Он понял Что это Категория Моих соседей Он так понял Это евангельские Христиане Что мы молимся Мы читаем Для нас Незыблемо Для нас Эти вопросы Говорю Вопросы морали Вопросы нравственности У нас на первом месте А экономика А экономика Я говорю It's the second one It's the second one It's not The number one То есть И поэтому Мы Евангельские Христиане Мы Понимаем Что мы творение А он творец Суверенитет Принадлежит ему Вот почему Мы по праву Отдаем Богу То что Принадлежит ему Продолжай Аминь Аминь Мы продолжаем Вопрос Благодарности Павел В этом месте Говорит Что неблагодарный Человек Это нечестивый Человек Это поступающий Непоступающий Благочестивый Потому что Человек Подчерявший честь Он не может Отдать честь Кому-то Благочестивый Человек Это человек Который Видящий Божье Участие В нашей жизни Участие Людей Я просто Думаю Что земля Была бы Наполнена Счастливыми Людьми Если бы мы Замечали Какое Богатство Мы являемся Друг для друга Если бы мы Замечали Что улыбка Прохожего Улыбка Брата Пожатие Счастливая Улыбка Братьев Это же Это вдохновение И поэтому Павел говорит Что Человек Неблагодарный Человек Это человек Своей природой Подавляющей Истину Я цитирую Это место Это перед этим Стихом Который я прочитал Ибо Открывается Гнев Божий На всякой Нечести Неправду Человеков Подавляющей Истиной Неправдой Это то Что Юрий Ты прочитал В этом месте Где было Кладбище Божий гнев Проявился Потому что Люди Подавляют Своей природой Истину Мы даже Не представляем Что наша Неблагодарность Это выражение Нашего бесчестия Это выражение Когда мы Фокусируясь На свои желания На свои какие-то Инициативы Мы подавляем Истину А истина Истин в том Что Бог Заботится о нас Он посылает нам солнце Он посылает нашу жизнь людей Он посылает Нашу жизнь здоровья Он посылает все И мы все Это иногда приписываем Просто Себе Так смотри Это Это же Вот То же самое Оно увязано Даже С таким грехом Как То что мы Апостол Павел Заговорит Потому что Бог их предал Их постыдным страстям Да Женщины Заменили Естественно Употребляли Противействие Мужчины То есть Мы говорим Здесь О тех вещах Которые Начали Доминировать Эти вещи Доминируют По одной причине Что люди Вначале Не имея Бога в радужении Не воздавая Творцу Благодарение Они В свои Мысли Допускают Суетность Ума И Бессмысленное Сердце Находящее Во тьме То есть Человек Ищет Того Чтобы быть Довольным Собой Вот Одна из Проблем Всегда Человек Ищет Того Что Пронесет Ему Довольство И И в это Время Не замечает Что Бог Уже Окружил Нас Всем Что Должно Нас Делать Ну По особенному Счастливыми И когда Писание Говорит Радуйтесь Еще раз Говорю вам Радуйтесь Бог Окружил Нас Всеми Теми Необходимыми Для нас Вещами Которые Приносят Приводят Нас В радость Но К сожалению Мы Говорим Нет Вот Если бы Это Мне было бы Я был бы счастливым Вот если бы Меня сейчас Иногда в церкви Вот если бы Меня на это место Посадили бы Я был бы счастливым Если бы я еще Другую машину Поменял Да Вот если бы Да Вот сосед Купил новую машину Вот если бы Я на такое Поехал бы Вот если бы Сейчас я кушаю Там допустим Турки Ну вот если бы Сейчас бы Хороший Стейк И Бог Все это Видит И это Проявление Суетности Нашего Ума Потому что В своем уме Мы сделали Решение Что вот эта вещь Или вот этот кусок мяса Или вот эта машина Или вот эта вещь Какая-то на земле Она Сделала от меня Наконец-то Сделала от меня Счастливым И Библия говорит Что вот эта Суетность ума И слепота Сердца Находящейся во тьме Она привела людей К похоти Которая умножалась До бесчувствия До такого состояния Что они Что они Извратили все И там Не нашли себе Удовольствия Но нашли Глубокое Суждение Поэтому Благодарность Это не просто Ну Жест вежливости Это фундаментальное Качество Каждого человека И если бы Каждый из нас Научился жить Вот этой способности Развивая в себе Мы были бы Просто потрясающими Благословенными людьми В жизни Вот если бы Перечень мы сейчас Имели На столе И в этом перечне Один, два, три, четыре В твоем служении Вот Я знаю Что есть Более яркие Такие моменты Нами выделяемые Когда мы говорим Вау В уходящем году День благодарения Я вспоминаю Вот это вот Вот были такие Пастори у тебя или нет Юрий Я скажу тебе А ну-ка Я благодарю Бога за все Это честно Это честно Я иногда Благодарю за Сложности Больше Чем за Вот эти вот Сплеск Так Видимое благословение Потому что Иногда Трудные ситуации Ставящие нас Погружающие нас В поиски Бога В размышления В молитву Ходатайство Посты Вот Поиск Они приносят В нашей жизни Не менее Успешный эффект Поэтому Я откровенно Скажу Что Что Даже не могу Выделить что-то Особенное Наверное Трудности Они больше всего Обогащают церковь Но А в общем Скажу Что Бог Действительно Благословляет церковь Я вижу потрясающие Просто дела Божьи Рост Божий В молодом поколении Вот Вот то что меня радует Потому что Старшее поколение Это люди уже сформированы Я часто говорю Если закрыть все церкви То Ну люди Которые уже В возрасте Они пешком Без одного собрания Достигнут царства Божьего И будут ожидать Всех остальных Заполученное имя На протяжении Старких лет Да Они Как Знаете Как банковский счет Который насыщен Там Вложено Много учений Проповедей Молитв Пения Вот Есть уже Но молодое поколение Это то поколение Которое По особенному Должна заботиться церковь Я просто благодарю Бога Что я вижу просто Удивительные результаты Божьей работы Среди молодежи Среди детей Подростков Вот Я вижу как люди Приходят к Господу Покаяние Есть в церкви Люди Ищут Господа И могут найти В церкви Да Это самое основное Это то что радует Мое сердце По особенному Но при этом Я благодарю Бога За неудачи Потому что Есть неудачи Вот когда апостол Павел Говорит за все Благодарите Мы утром кстати Читали это место За все благодарите Легче благодарить Вот когда все улыбаются И солнце светит И нет туч И когда мы на высоте Вот когда мы в долине Внизу И когда Бушующее море Вокруг Тяжело благодарить Но тем не менее Это шлифует Наверное И наш характер И наш внутренний человек И наши отношения Когда мы все таки Дело в том Что мы Опять же Все зависит В наших глазах Как мы смотрим Бог меня научил Лично в своей жизни Но я в служении Иногда приходит Ко мне человек Или семья И вот они сидят И мне рассказывают 30-40 минут Они будут обладателями Благословений Которые Они не могут Прийти в него Без вот этих обстоятельств Даже с учетом Даже с учетом Нашего Недостатка Может быть Наших Немиллионов В наших карманах Да С учетом даже Отсутствия Вот этого То что мы имеем То что мы имеем Оно должно уже Кул вас даун Ну кул даун Что мы все таки Намного большим Обладаем Я Я как-то говорил Где-то в церкви Помню что То что В нас Богом заложено То что он нам дал То что мы получили Имея уже Некоторый Большой христианский стаж Молодежь Менее Большой христианский стаж Но то что мы имеем Даже не в Великом Но все это Суммируя Вместе взятое Богом данное Данное нам То что мы имеем Через слово Через Дух Святой Через церковь Через служение То что Бог дает нам Через служителей Намного больше Намного Много Больше Чем Масса людей Которые Не знают этого И вот Вот это уже Вот когда я Временами вдумаюсь Вот это Вот это заставляет Меня благодарить Бога И катится Слеза с моих глаз Я думаю Господи Да я же Обладатель Несметного Богатства Люди ходят Как во тьме Спотыкаются На ощупь ходят Посмотри на Ближний Восток Что делает Сирия Посмотри на Ирак Посмотри на Убиенных там и сям На ощупь На ощупь Да зачем нам Говорить Какие-то Третьи страны Третьего мира Африканцев Которые на ощупь ходят Посмотри на Америку Посмотри на Америку На ощупь ходят Потеряли Всякие ориентиры Не знают За кого Голосовать Им говорят Что аборты Это нормально Гомосексуалисты Это нормально Белый дом Говорит Что мальчики Должны ходить В женские туалеты Это нормально Это же Постулат Белого дома Это постулат Нашего Действующего Президента Вот Им говорят То есть Да наши соседи Они в потьмах Ходят На ощупь ходят Казалось бы Да такой свет Столько библии Как в Америке Столько слова Как в Америке Печатанного Напечатанного Через телеэкраны Через социальные сети В церквах 600 тысяч церквей В Америке Ты знал об этом? 640 тысяч Зарегистрированных церквей 640 тысяч Почти миллион Это уму непостижимо И А люди Без Бога ходят То есть Ходят без Бога Но мы же с тобой И тысячи И десятки Сотни тысяч Из вас Нам открыта Истина Нам открыто Мы приняли Ее неповрежденного Ума На здравый ум На здравое учение У нас здравые родители Прародители У нас здравая церковь У нас здравые служители И вот когда я об этом думаю Господи Да мне есть за что Тебя Благодарить Мне кажется Что все что остается Сегодня верующим людям Всем нам Это открыть глаза Увидеть Вот это все Увидеть Я Очень благодарен Был каждый день Я наблюдаю в церкви Сколько Множество людей Трудиться Искренне Работает над собой Расет духовно Развивая себя Чтобы служить народу Чтобы служить Господом И я думаю Что если бы все это Каждый из нас Оценил Почувствовал Пережил Поблагодарил друг друга И Господа Это уже есть победа Я помню Когда мы ездили На евангелизацию Мы были Это была Крымская область Это было лет Наверное 8 назад И вот видел я Какую разницу Когда люди приходят Я начал интересоваться Почему они приходят Особенно меня Вот Взволновал один вопрос Мы У нас был один день Перерыва То есть у нас был Целый месяц Праздный программ А один день Мы решили сделать Культурную такую Программу Там Было такое городишко И там можно было Посмотреть кое-что Ну вот для молодежи Я решил Но нам сказали Что в этом городе В этот день Это день города Будет большая ярмарка И приедет там Одна миссионерская группа Они будут служить Придите тоже Ну я говорю Все Отменяется всякая программа Пойдем И будем поддерживать И вот мы приехали На площади Да Большая ярмарка Много людей И наши братья Поют песни Что меня Стревожило Следующее Да Они пели Старательно Заученно Они уже это Наверное Делали много-много раз Но Что меня удивило Что ни один человек Не подошел к ним Я тогда Нашим молодежи Говорю Вы обступите Давайте создадим Такую вот Видимую Вот Видимую атмосферу Интереса Но Это было Прямо возле Памятника Ленина И все Кто подошла Это одна пьяная женщина Танцевала возле Ленина Где-то может метров Сто От группы Которая играет Меня заинтересовал вопрос Почему Никто не подходит Вечером Мы решили сделать Несколько Иванализацию Прямо Не было ни афиш Ни объявлений Я говорю Вот почему-то У меня есть желание Сделать тоже Иванализацию Где-то Скверик И давайте найдем Сквер какой-то Договоримся За электричество В то время было Так Заплатил несколько гривен Розеточку тебе Какая-то Хозяйка дала И ставишь колонки И можно было проповедовать И я посмотрел Я говорю Молодежь И дети По перекрестками Просто общайтесь с людьми И я говорю Что Если у вас есть интерес Придите И мы Иванализация Длилась три часа Мы делали Два раза призыв Один раз покаял Человек Человек сорок Наверное И покуда Эти каялись Другая пришла Волна людей И снова И я для себя Задал вопрос В чем разница Вот мы были Контраст Контраст Какой контраст И вот что я увидел Я увидел В радости Не в моих проповедях Не в нашей группе Которая пела Мы хуже пели Хуже играли Но молодежи Которая наполнена Счастьем Господа Оно уже на лице Тоже нарисовано Оно на лице Я спрашиваю людей Скажи И после этого Я начал спрашивать людей Скажите пожалуйста Почему вы пришли И почему вы покаялись Он говорит Они мне все говорили Прежде чем мы Слушали ваше пение И слушали ваше Мы смотрели на вас Мы смотрели на ваших Вот на ваших молодежь Вот блеск их глаз Свобода их сердца Они независимы Их не удовольствие Их не счастье Наслаждение в жизни Независимы от каких-то вещей В этом мире Они просто излучают Свободу радости Это нас привлекло Потому что Это в нас нет И поэтому мы слышали Ваше пение И слушали проповедь Вот Так вот я для себя Делаю такой вывод Смотря то Что сегодня происходит В христианском мире Это правда Телевидение Интернет Церкви Учения Видеозаписи Аудио Радио Все напереполнено Вот проповедей Ивангелия Учением Слова Божьего Мы должны Просто это увидеть Это Пир большой Божьего царства Это особенное время Которое Бог посылает На землю Но никто его не заметит Если его не заметят Вначале Мы с вами Верующие люди Знающие Господа люди Которые выйдут на улицу С счастливым Довольным лицом Даже если нужна машина Не работает Нужно пешком пройти Но и в этом нет проблем Потому что В нас есть Свобода Божьего царства Чтобы мы не превратились В вот этих людей Которые знали Бога Но Не возблагодарили Бога Возблагодарили Это не просто сказали Боже тебе спасибо Нет Это Состояние сердца Признание Боже Ты участник Моей судьбе Ты участник Моих всех благословений Без тебя Господи Я бы Не мог бы Никто И я Тебе признателен Это выражение Признательности своей Это то Что сегодня Должны продемонстрировать Наверное Все Знаешь Я однажды Был в служении В одном И я так восхищался Молитвой Одной сестрички Как она Красиво молилась И это было Настолько естественно Она благодарила Господа Она перечисляла И я так Аж Не только я заслушался Вот Я потом узнал Я потом узнал Эта сестра Сколько у нее Высших образований Что она так молится Красочно и красиво И сколько академий Говорит Братюра Она из деревни Из колхоза Как она красиво Бога называла Как она перечисляла Бога Я думаю Какая красивая молитва И мы так слушаем Мы уже Вот забыли Что Господь здесь Мы слушали Ну как она молится Я думаю Вот эта мера благодати Когда Дух Святой Дает даже вот эти вот Благодарному сердцу Он дает такие Такие правильные Фразеологизмы Да Или как это Речевые обороты Да Что она вот это Так говорит Богу И вся церковь И вся церковь Наслаждается И восхищается То есть И это особая Мера благодати Потому что сердце Почему Павел пишет Омрачилось Бессмысленно Их Сердце Сердце Создано так Чтобы оно не было Бессмысленно Только человек Может Пустить сердце Своё Или запрограммировать Своё сердце В поисках Своих Похотей Способно делать Потрясающие вещи Потому что Оно не потерялось От своего Создателя Вот когда Вот ты служишь В церкви Да Когда приходится Проповедовать То есть Ты знаешь атмосферу Почему бывает так Если Я более уверен Что есть у тебя ответ Рядом сидит человек Один Сидит человек И лисо его Это картина Вот Что Действительно Бог велик в его жизни И он Так сказать Нарисован Это 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 Невидимые краски Но Но лицо сияет Как говорится Как у Моисея Второй человек Слышит то же самое слово Получает Ту же самую порцию Тот же самый Господь В этой же самой церкви Но реакция Другая Как ты думаешь В чём может быть причина Когда мы Обременены Житейскими заботами Может быть Или когда Когда Суета Чрезмерно И вот мы приходим Церковь И тот пришёл Может быть Имея В прошедшей неделе Те же самые нагрузки И этот Но один Как-то он Получает заряд Вот как-то Оно Оно Выражается Естественным образом Я думаю Я думаю Человек Который Перегружен Не ощущает Не видит Не находит В себе способности Радоваться Это наверное Человек Который пропустил Все послания Божьи В нашу жизнь Все предостережения Божьи Смотри Ефесянам 2 глава 8 10 стих Написано так Ибо благодатью Вы спасены Через веру И сие Не от вас Божий дар Не от дел Чтобы никто Что? Не хвалился Ибо мы Его творения Созданы во Христе Иисусе На добрые дела Которые он Предназначил нам Исполнять Что мне кажется Говорит здесь Апостол Павел Он говорит о том Что люди Не рассмотрели В творении Обычном творении Не увидели Бога Увидели Бога Но они Не прославили Его как Бога То есть Не произошел Вот этот желаемый Результат Когда ты видишь Бога И ты Повернул свое сердце В сторону Его Апостол говорит Что Сегодня Бог сделал Точно то же Только в духовной жизни Мы Его творения Он все сделал Мы сейчас Живем частью Нового творения И для нас Нечем хвалиться Желание хвалиться Я бы его перевел Бы так Это желание В себе Найти удовольствие Не в Боге А в себе Желание хвалиться Это когда Ты можешь Найти какие-то Кредиты Для себя Успокоить И утешить Свое сердце Своими Своими Это то же самое Что те люди Которые не имеющие Бога В разуме Это люди Которые не воздавшие Богу славу Они искали Внутри себя Они суете Своей искали Вот Апостол Предупреждает Нас Не пойдите Этим путем Гордость И желание Хвалиться Это очень Страшная вещь Потому что Это начало Порока В нашем сердце Это начало Болезни Нашего сердца Которое не принимает Человек Вместо того Чтобы сидеть И радость Как хорошо Что этот брат Есть сегодня Что он молился Что он может Ночь не спал Может Неделю искал Господа Может изучал Писание Может прошел Самым сложным путем Своей жизни Чтобы выучить Этот урок Которым сегодня Он делится И видеть в нем Руку Божью И даже в конце Собрания Пройти И бы сказать Слышишь Как здорово Что ты сегодня Поделился Своим жизненным Примером Своим Вот этим словом Которое ты дал Это сердце Увидит Бога И видит еще Кого-то рядом Но когда мы Не видим Тогда нас Ничто не радует Покуда мы Там не будем Покуда это Мы не станем Вот этими Самыми Рамотными Самыми талантливыми Самыми Способными Но это Тоже Та же Самая болезнь Отсутствие Отсутствие Благодарности Отсутствие Способности Видеть Отсутствие Способности Принимать Кого-то В свою жизнь Моя личная История Была так Я когда Бог призвал Меня на служение И я много Жертвовал Временем своим И деньгами И всем подряд И у меня было Одно желание И я думал Что на очень Благочестивое желание Я даже молился Господи Как это будет Прекрасно Если я Ты дай мне еще Благослови Мой бизнес Чтобы и Проповедовал Еще церковь Спонсировала Миллион Или два И чтобы всех Спонсировать И чтобы им Служить И нет Кого не зависеть И смело Проповедовать Кажется Такое Классное Желание На самом деле Я понял Однажды Бог мне говорил Саша Это 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 Твою Гортость В теле Ты зависим В теле Ты должен Кому-то Сказать Благодарю В теле Ты должен Принять Служение Друг Друга Тело Это Это Каждый Орган Друг Другу Служит И для меня Это был Самым болезненным Моментом Что Тебе Нужно Принять Я бы хотел Чтобы я сам Когда больной Сам исцелил себя Сам себе Попроведал Сам себе Научил Сам деньги заработал Сам То Сам это Сделал И кажется Но это Тоже Суетность Ума Почему Потому что Бог так не определял Мы должны Увидеть Бог То есть Мы должны Мы взаимосвязаны Друг с другом Однозначно Это путь Нового творения Как правильно Реагировать На благодарность Бог реагирует По достоинству Потому что Благодарность Слава И честь Ему принадлежат По праву Как относительно Нам по вертикали По горизонтали Мы говорили С тобой А вот по вертикали Как мне правильно Отреагировать Когда подходят Ко мне Или к тебе Ух Как я тебя Благодарю Брат Ух Вот Как здорово Ты или проповедь Сказал Или как Помолился Здорово Или махнул рукой И я там Улетел Упал Под силой Божьей Какая реакция Правильная реакция На слова Благодарения Мы Мы Всегда Стараемся Быть Очень политично Корректными В этих моментах Мы говорим Да это не я Да 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 Мы Все это правильно И это правильно И в этом Нет ничего плохого Да конечно Вот Но единственное Что Мне кажется Вот что Если мы Делаем Это ради Своей славы То Эти благодарности Они очень скоро Приведут нас К разрушению Для того чтобы нам покаяться Поэтому Иногда мне говорят Саша я тебя хочу поблагодарить Но ты не возгордись Ты не возгордись Брат Да это правда Можно возгордиться Но я говорю Знаете Меня Бог ведет таким путем Что он меня держит На таком состоянии Что Что не дает Мне возгордиться Вот А на самом деле Мне кажется Очень благодарное сердце Оно никогда Не будет Гордым Потому что Благодарное сердце Оно замечает Того Кто сделал это для нас И поэтому Обязательно Благодарность Которая не Не принадлежит ему Она передаст Туда куда нужно Я однажды Размышлял Над местом Где написано Вы свет Миру Вы сорт земли Там написано так Чтобы люди Видели ваши Добрые дела И прославили Отца вашего Небесного И вот Для меня Этот стих И то место Оно имеет Цепную реакцию Оно взаимозависимо То есть Когда ты человек Благодарный Когда ты видишь Что так поступает Твой отец Потому что Истинная благодарность Она Она приводит нас К подражанию Мы начинаем делать То же самое Когда мы видим Что бескорыстно Для нас Безвозмездно Не в поисках Какой-то себе Похвалы Бог Сделал для нас Потрясающие вещи Мы начинаем Делать то же самое Не ожидая Благодарности Ну а если нам Кто-то говорит Спасибо То в общем-то Для меня Это просто признание Что слава тебе Господь Что ты Помог мне Быть полезным Кому-то Помнишь апостол Павел Говорит Могу хвалиться Перед всеми И даже он Когда он Отстаивал Своё апостольство Перед меньшими апостолами Я говорит Я говорит Более всех вас Потрудился В другом месте Он говорит Что А говорит Впрочем Не я Но благодать Которая во мне То есть То есть Он понимает Что он много А потом Да это не я Говорит Это благодать Которая во мне И даже в этом Он как ты говорил Раньше Кредиты взял И Богу отдал Юрий Я вижу Вот что Что мы Не должны Этого бояться Потому что Благодарность Она строит Глубокие отношения Как построить Церкви Глубокие отношения Без Благодарности Друг Друг Допустим Я Стараюсь Церковь благодарить Людей Которые Возможно Меньше Трудятся Чем я Или Вообще Чуть-чуть Трудятся Но когда мы Ценим Все Что Мы видим И когда мы Просто Это строит Отношения Отношения Если Звезда Церкви Не один Там Какой-то горячий Или яркий Проповедник Или одна солистка Которая Бог дал голос Да Если бы и мне Бог дал бы голос Может и я был бы Солистом Но не дал мне голос Или дал бы Может кому-то другому Поэтому Не это важно Важно Построить Взаимоотношения Которые бы Также были бы На На основании Благодарности Поэтому Если бы люди Благодарили друг друга Если бы К примеру Кто-то сегодня Кто-то послужил Церкви Подошел к нему Брат И сказал бы Слышишь Спасибо тебе Богу спасибо Тебе спасибо Сегодня Сегодня то Что ты делал Принесло В моей жизни Благодарю Завтра Воспоминая В этом перечне У нас в молитве Он говорит Я радуюсь Пред Богом Совершенно Я радуюсь Пред Богом Вот апостола Глаза Были Открыты Да в церквях Было очень много Проблем Проблем Людям Прохожим Ведь это Это как будто бы Новый мир Когда люди Замечают друг друга Это потрясающая вещь Ты знаешь Раньше Мы критиковали Американцев Что они все Улыбаются А Много лет спустя Я сам ловлю себя На мысли Что я иду в России Там в Беларуси Или в Украине Я улыбаюсь людям Они оборачиваются Неоднократно Оборачиваются Говорят Че он лыбится Слышат А ты уже Оно естественное У тебя что ты идешь Напротив Не с каменным выражением лица И не с выражением лица Несем мы тело на покой На кладбище Но улыбайся И это нормально Это здорово Даже веселый глаз Он даже сердце написано Радует Так же Ну однозначно Ведь мы общество И мы друг Зависимы от друга Я замечаю Что иногда Люди Вот Простые вещи Вот кто-то Что-то сделал в церкви И вот кто-то К нему Или я Или кто-то другой И искренне Поблагодарит его Я смотрю Какой восторг Не потому Что они делали Чтобы получили Ну вот В этом и есть Сущность Быть замеченными Вот Чтобы то Что делается Оно приносит Какое-то благословение И в этом Как раз и есть Наша задача Научиться быть Людьми благодарными Которые все Видят Пастор Мы сейчас Помолимся Мы уйдем Из эфира В молитве Это будет хорошее Приятное Благословенное время Если наши глаза Видят сегодня Если наши уши Слышат Если наши руки Осязают Если Прощупывается Сердцебиение Или Пульс прощупывается Сердцебиение Все Все на своем месте Все на своем месте Крепкие Здоровые Прославим Господа Возблагодарим Господа Так много Он нам дал Пастор Молитесь пожалуйста Господи Мы благодарим Мы так благодарны Тебе За то что Мы живем В твоем царстве Твое самое Глубокое Попечение Над нами Ты сделал нас Частью Нового творения Мы живем Мы обладатели Дарования Которые являются Даром благодати Спасения Духа твоего Мы идем В небо Ты проводишь Нас Господь И делаешь так Что все трудности Обращаешь нам Во благо Благословения Ты окружил нас Прекрасными людьми Ты окружил нас Прекрасными условиями И мы поклоняемся Тебе Мы желаем Выразить тебе Благодарность Ты премудрый Бог Ты добрый Бог Ты добрый Бог Ты добрый Бог Твоя рука Приносит нам Доброе даяние И ты благословляешь Нас Господь И от этого Наше сердце Наполняется Радостью Туком Жизнью Свежестью И нам хочется Господь Еще больше Быть полезными Еще больше Отображать тебя Господь Поэтому сегодня В этот вечер Мы благословляем Друг друга Твоим Святым именем И просим Господь Разреши нам Сегодня сказать Тебе одну просьбу Господи Помоги нам Быть больше Благодарными Тебе Обществом людей Которые радуются Господи Насыщенные Удовлетворенные Своим Господом Настолько Что ничего В этом мире Не может Похитить Их радость И их несчастье Чтобы никакая Похоть Не вкралась Сердца наши Чтобы мы не стали Людьми Подобными Людям Отступившим В суетности Своего ума А мы за все Благодарим Тебя Во имя Иисуса Христа Аминь Итак, друзья Мы были в эфире Мы беседовали Молились Рассуждали Мы Еще раз Искренно Поздравляем Каждого из вас Благодарим Я искренне Благодарю вас Наши партнеры Что вы стоите И стояли И будете стоять Вместе Благодарю Что мы Как одна семья И это радует Огромная Христианская Семья И у нас Один Господь И мы Идем в одно место И эти чувства Они уже Переполняются Пастор Спасибо тебе Спасибо Бог да благословит Спасибо Помните Иисус Христос Любит вас Мы так же Любим вас Будьте Благословен Иисус Христос Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»